приветствую дорогие друзья на связи андрей лисеев и у нас очередная прекрасная презентация о наших возможностях расскажем сегодня вам про денежные потоки про сообщества про всю инфраструктуру которая есть у нас и про то как же вы можете изменить свою жизнь к лучшему находясь сообществе и зачем вообще она придумана и без него жили корреса и проживем да или нет вот уже многие не представляют что как можно жить без такого прекрасного объединения людей ведь это намного проще оказывается скопом жить намного проще чем одному иногда даже борясь там где-то с системой либо с нуждой поиска денег поэтому для того чтобы каждый человек смог жить свободной жизнью дмитрий васадин основатель нашего сообщества в том далеком 2006 году задумался о том что у него получилось стать финансово свободным он уже стал 2006 году долларовым миллионером абсолютно финансово свободным человеком и как говорится есть такая хорошая книжка упала к элью если вы не читали этого писателя это мировой просто известный писатель тот кто написал бестселлеры алхимик за ир вероника решает умереть еще там пару хороших очень книг вот обязательно прочитайте все эти книги так вот одна из книг называется победитель остается один поэтому дорогие друзья когда человек уже решает вопрос деньгами часто эти люди становятся одинокими почему потому что они уже вышли из беличьего колеса а вот их окружение которое было с ними рядом она до сих пор там бегает им некогда жить свободной жизнью они бегут до сих пор да кто-то бежит из-за того что он привык просто бежать кто-то бежит из-за того что они ему еще пока нужны деньги может какие-то долги может еще там что-то кто-то бежит ну просто потому что его этому учили да и он никак не может тоже по-другому а кто-то вообще не хочет по-другому кто-то привык работать и говорит я без работы себя не представляю что же я буду делать если не буду работать как говорится да и многим страшно свободы да и поэтому дмитрий васадин понял что надо искать единомышленников по жизни а еще лучше создать систему которая создает единомышленников во-первых притягивает во вторых дает возможность единомышленников высвободиться от финансовой зависимости постоянного нужды поиска денег это очень интересная вещь да вы не задумывались над тем что какого хрена какого хрена вы должны зарабатывать деньги вообще вот какого вот ни одно животное в природе не зарабатывает деньги ему нахрен это не надо да то есть вы не задумывались никогда вот нас подсадили на денежную иглу такую очень интересно но вопрос почему зачем да ну для того чтобы разобраться со всем этим делом вам нужно изучить историю создания мировой финансовой системы почему сейчас вот так вот все устроено как сейчас она есть и кто это все сделал поэтому я конечно всем всегда рекомендую базовые фильмы запишите пожалуйста их если возьмите вообще ручку карандаш и запишите базовые фильмы если вы еще не смотрели обязательно посмотрите первые деньги пирамиды долгов дух времени 1 2 3 4 части это очень мощные фильмы я вообще называю тех людей которые посмотрели дух времени я их называю просто избранные потому что эти люди в состоянии как бы врубиться что происходит да ну и мультфильм для взрослых для тех людей которые иногда сложно смотреть документального плана фильмы называется весь мир плюс 5 процентов либо история про фабиана да фабиан это ювелир который непосредственно пришел к тому что он создал систему которая поработила весь мир поэтому дорогие друзья вот с этим обязательно разберитесь и почему у меня так легко далась идея я вот легко и воспринял идею в том далеком 2017 году когда пришла ко мне информация я легко воспринял идею потому что у меня уже была база знаний я уже вот все о чем я вам рассказал сейчас только что я эти фильмы смотрел еще в далеком 2008 девятом году потому что мне всегда интересно было почему так все устроено вот кто-то создал как это все функционирует да то есть я по жизни человек и ищущий и вот обыденная жизнь вот просто тупо жить да не понимая плавая в аморфном киселе вот каких-то обстоятельств мне всегда было неинтересно поэтому я старался копать узнавать где что как почему зачем быть любопытным для того чтобы искать ответы на свои вопросы да и вот в тем далекий 2008 девятый год я смотрел все эти фильмы у меня тогда было и желание время это делать и скажу вам честно что когда мне пришла эта информация я был просто офигел от того что я знал теоретическую базу а тут я встречаю в жизни человека который уже это делает который уже объединяет людей по другим принципам законом который уже создал интересную инфраструктуру в том далеком 2017 году ко мне приходит знакомый тогда я очередной раз занимался своим бизнесом у меня было небольшой тур агентство приходит ко мне знакомый говорит тут тема какая-то есть на кнопочку нажимаешь деньги получаешь внимание друзья я улыбнулся я ему не сказал ты дурак ты дебил ты там тянешь меня какую-то ммм лохотрон там или еще какую-то ерунду вот я ему такое не сказал я скажу хорошо давай посмотрим что за кнопочка в этот же день я зарегистрировался в этот же день я пополнил на минимальную сумму свой кабинет и стал разбираться потому что бизнес меня всегда приучил к одной вещи что нет ничего более важного в этой жизни чем свой личный опыт наработка своего личного опыта не что-то где-то там теоретические знания кто-то что-то сказал аля крутой либо там авторитет мнения а свой личный опыт берем и делаем это потом дальше уже принимаем решение надо это или не надо именно поэтому я быстро врубился что это такое и начал разбираться кто создал эту систему зачем людям дали такую халявную возможность грубо говоря иметь деньги а я докопался до нашего основателя посмотрел все его видео и скажу честно эта идея меня очень сильно захлестнула и вот пошел уже седьмой год как я развиваюсь сообществе иногда я развивался как участник иногда как лидер сейчас я вот уже несколько лет на лидерских позициях и развиваюсь ли у меня большая международная многотысячная команда поэтому дорогие друзья здесь реально стоит быть и то что создано у нас создано реальные шедевры шедевры работающие не финансовые которые позволят вам изменить свою жизнь превысла высвободить себя от нужды бегать за деньгами пока как говорится вот когда выходит замуж женится они говорят что до гроба там до могилы там быть рядом с собой да а тут когда мы начинаем бегать за деньгами мы вот вписываемся в такую игру до гроба бежать за этим деньгами вот так вот не надо бегать деньгами они просто у вас должны быть деньги это интеллектуальная игра интеллектуальная не физическая интеллектуальная игра то есть игра мозгов да которую придумали люди и в которую играют только люди природе матушки нахрен эти деньги не нужны нету дерева такого на котором растут эти банкноты какие-то да именно поэтому это искусственная людская игра которая даже иногда закручивает вас в такие дебри а некоторые люди к сожалению настолько в нее заигрываются что и даже будучи там где-то в какой-то кредитной зависимости даже накладывают руки на свою собственную жизнь как это не прискорбно они настолько вот так вот воспринимают это все неправильно что даже и такое есть к сожалению да поэтому когда смотришь на вот это все уже немножко с большим другим мировоззрением то иногда становится и грустно поэтому для того чтобы не грустить есть наше сообщество поэтому однозначно за 7 лет я могу сказать следующее сообществом всегда жить проще и решать финансового проще проще легче и веселее поэтому сейчас вам об этом расскажу так чтобы разобраться с мировой финансовой системой это остается вам на домашнее задание это ваше личное самообразование нету лучших и серьезных знаний чем ваше самообразование поэтому обучайтесь если вы в состоянии будете справиться с этими посмотрев эти там пять фильмов всего лишь один мультфильм то вы врубитесь почему же так в жизни это живется иногда непросто да вот поэтому первое деньги пирамида долгов 2 дух времени 1 2 3 4 части и побиан либо весь мир плюс 5 процентов поэтому дорогие друзья смотрим я часто сюда у нас сейчас скидываете фильм если надо будет напишите в чате чтобы я еще раз сюда продублировал хотя бы мы тот же сам мультфильм и посмотрите обязательно его если вы с этим не разберетесь вы постоял у вас не будет фундамента понимания что вообще в этом мире происходит и как он устроен по каким принципам поехали дальше поехали дальше в духом в духе времени рассказывается про историю создания мировой финансовой системе и как она была сделана и кто ей управляет тоже ответите на эти вопросы ну а пока мы четко сейчас понимаем что мир сейчас серьезно изменился и продолжает меняться да каждый день стремительными шагами вспомним после пандемии да мои друзья да как мир изменился да за последние четыре года у нас четыре серьезных изменений первое пандемии второе у нас появилась сло и это очень серьезно меняет мир введение цифровых валют многие центральные банки этого мира сейчас продавливают правительство чтобы ввести цифровые валюты и искусственный интеллект четыре глобальных изменения за четыре года такой скорости человечество последние наверное несколько сотен лет точно не видывала вот поэтому друзья все эти четыре перемена очень серьезно будут ну влиять на вашу жизнь это насколько вы сможете в этих переменах как бы понимание как устроен этот мир и менять свое отношение в том числе потому что как есть такая формула природы выживает не самый сильный а самый восприимчивый к переменам так вот перемены у нас ускоряются да мы уже живем 24 год в информационном веке дорогие друзья поэтому с каждым годом скорость времени все ускоряется время же пространство сжимается и тот пласт информации который просто атакует человеческое сознание он просто усиливается поэтому надо успевать за нужной информации находя в этом шуме то зерно которое позволит изменить вашу жизнь прежде всего ничего то где-то там вашу здесь и сейчас поэтому создано наше сообщество поехали когда вы зарегистрируетесь в вашем кабинете а это бесплатно это не какой-то без всяких обязательств просто берете регистрируетесь и начинаете читать хотя бы разбираться как там что где-то устроено да если же у вас еще нет кабинета то обязательно пишите мне в личные сообщения возьму вас свою команду либо обратитесь к своему пригласителю тому человеку который вам дал эту информацию либо добавил вас в этот чат обязательно ему напишите и начините процедуру регистрацию по его реферальной ссылке либо списке который скидывает бот это лидеры консультанты профессионалы своего дела помогут вам разобраться со всеми нюансами работы системы так вот когда вы зайдете в кабинет который регистрация вас ни к чему не обязывает еще раз как я это сделал делайте так как делал это я когда-то в 2017 году я не тупил я не присматривался ко мне информация пришла очень быстро в этот же день я ее взял в этот же день начал я ее тестить поэтому у меня результаты по жизни приходят быстро очень да потому что я не хожу сопли не жую я беру и делаю потом понимаю надо мне это или нет а потом смотрю кто это все сделал какие его ценности куда он идет и понимаю по пути мне или нет если нет я отключаю мне мне это не интересно если да по пути это мне зацепило то я начинаю копаться дальше изучать эти возможности если вы эту формулу будете применять перемены вашей жизни будет происходить быстро и вы возможности будут тоже приходить и вы их будете брать они будут уходить куда-то далеко первый поток поток что такое денежный поток это финансовая психологическая математическая такой инструментарий либо можно сказать финансовый инструмент который позволяет вам иметь деньги каждый день без обязательных приглашений то есть денежные потоки как такой психологический математический инструмент у нас появился не сразу когда я пришел у нас были другие алгоритмы нашей кассы взаимопомощи и не было настолько но надежных наверное да и настолько дающих деньги каждый день инструментов поэтому денежные потоки выработались более четырех лет назад и мы к ним пришли не за счет эволюции сообщества потому что сообщество постоянно эволюционирует постоянно добавлять что-то новенькое она постоянно модернизируется постоянно добавлять новые технологии я у них вам сегодня тоже расскажу и стартовый поток красная вкладочка вашем кабинете то первое что увидите и на что стрельбы требует обратить внимание давайте вам немножко вкратце о нем расскажу что такое стартовый поток стартовый поток это финансовый инструмент который учит правильной стратегии инвестирования вложил забрал вложил забрал он будет вас тренировать каждые две недели надо пополнять его каждые две недели каждые две недели забирать вложил забрал вложил забрал это как вот в тренажерном зале приходите вы берете гантелью и качаете свою мышцу. Там напряг, расслабил, напряг, расслабил. Вот то же самое мышца есть, такая нейронная связь в голове, которая отвечает за инвестиции. Это вложил, забрал, вложил, забрал. Вот очень важно прокачать эту нейронную связь, потому что люди с бедным мышлением, которые не обучены этому, у них очень сложно свложил. Они привыкли просто дать, дай, 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 а они всегда голодные, им надо всегда дай, 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 это как дай зарплату, дай пенсию, дай еще, дай. Они все время мыслят только дай, да, в одну сторону, а надо мыслить в разные стороны, да. В природе все по-другому. Сейчас просто многие люди оторвались от природы. Сто лет назад крестьянин, когда закладывал свои сады, допустим, да, понимая, что эти сады в перспективе дадут им хорошую прибыль, да, но сначала ты вложи, посади дерево, взрасти его, защити от морозов, от грызуновых еще там что-то. И на третий-четвертый год яблонька начинает давать плоды, да, он опять вкладывает, опять забирает, вкладывает, забирает, вкладывает, забирает. Люди с природой жили, вот так вот каждый год они прокачивали свою вот эту купеческую жилку, да. Так и здесь стартовый поток этому учен. Человек с бедным мышлением, он очень тяжело вложил, а потом очень тяжело забирает. Потому что работает другой капкан, там жадность уже работает, да, туда вложил, потом он все больше, больше, а он не забирает и не меняет свою жизнь, да. Просто иногда даже приходится на пинках участников просто выводи, меняй свою жизнь. И для этого создана касса взаимопомощи, а не чтобы играться с циферками в компьютере. Поэтому это очень важно. Вот то, что учит стартовый поток. Вложил, забрал, вложил, забрал. Этот поток разработан специально для новичков проекта, на практике обучая всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от 5000 рублей. Минимальный вход в стартовый поток это 5000 рублей, плюс стоимость и карандации, которые требуются для получения первой прибыли. Стартовый поток это поток с обязательным пополнением каждые две недели. Это считается один период. Работает стартовый поток 20 периодов, либо 10 месяцев. Общая доходность стартового потока на протяжении 10 месяцев составляет 150 процентов за 10 месяцев. И доходность идет, конечно, за счет подтяжки поток к криптовалюту и карандации. Эта криптовалюта очень мощная нашего сообщества, которую больше уже пяти лет, она очень активно развивается и дорожает с каждым уже днем. Раньше годом дорожала, а сейчас уже днем. Поэтому за последние два года эта криптовалюта взлетела просто за счет спроса на нее больше, чем в 100 раз. Представляете, дорогие друзья, если бы вы эту информацию услышали бы два года назад и купили бы и карандации бы на 1 миллион рублей, то сейчас у вас было бы 100 миллионов рублей. Но кто же знал-то, да, как важно быть в нужном месте в нужное время. А кто-то и придержал и карандации, сейчас очень состоятельный человек. Идем дальше. Доходность идет за счет подтяжки и карандации, которые мы покупаем по рыночному курсу в сберкассе Монисторжи, либо на бирже Блэкбит, а подтягиваем к потоку уже по курсу более льготному, который дает нам наше сообщество. Подороже и это круче за счет этого прибыль. Второй поток, который у нас есть в кабинете, это ускоренный стартовый поток. Если вы хотите побыстрее, то обязательно заходите в ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода из 20, подтягиваем и карандации за 4 периода и 5-6 период дается в подарок вместе с и карандацией и вы выскакиваете уже на седьмой период начисления. А это тот период, дорогие друзья, который дает вам возможность иметь начисление больше, чем номинал потока. Номинал потока, допустим, у вас 20 тысяч, да? Так вот на седьмой период начисления уже там 21 тысяча, уже больше, чем номинал потока. То есть он вам дает уже больше, чем вам надо пополнить его. То есть он уже сам себя будет пополнять, и это очень интересно. Поэтому я всегда открываю стартовые потоки, ускоренные стартовые в определенной последовательности, которая дает возможность мне как бы без какого-то напряга пополнять мои молодые стартовые потоки, их взращивая таким вот образом. Так, еще раз. Седьмой период – это период, где выплата больше, чем номинал потока. В дальнейшем мы также, как в стартовом потоке, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать. И уже там после 12-го периода у нас все жирнее, жирнее происходит начисление. То есть вы сначала там 20 тысяч туда, вам там, если в обычном стартовом потоке, вам там пятерка обратно. Вы туда 20, вам десятка обратно. Вы туда 20, вам 15 обратно. Вы туда 20, вам 21 обратно. Вы туда 20, вам 30 обратно. И так далее, да? Доходите там до 20-го периода, вы туда 20, он вам 40. Вам, да? Вот. И скажу честно, что ускоренный поток – это тоже довольно интересный, поэтому обязательно им пользуйтесь. Я часто открываю этот поток, который дает возможность иметь сразу, сходу хорошую прибыль от этого потока. Конечно, каждые две недели мы его также пополняем, как обычный стартовый поток и подтягиваем икарнси после каждого пополнения. За счет икарнси во всех наших потоках прибыль. Икарнси подтянули, прибыль есть икарнси не подтянули, прибыли нет. Дальше. Все описания всех потоков находятся у вас в кабинете во вкладочке, называется, как создать поток и эффективно им управлять. Там есть все описание, где-то с процентами, где-то с более глубоким описанием потока работы, да? Следующий поток, оранжевая закладочка в вашем кабинете, написано BP, либо быстрый поток. Он подразделяется на два типа. Первый – обычный быстрый поток, второй – супер быстрый поток. Обычный быстрый поток, мы его называем деньги на каждый день. Он работает так. Выплачиваются деньги каждый день после вашего начисления, одна тридцатая часть от вашего потока. Допустим, вы подтянули икарнси, вот, допустим, открыли поток на 20 тысяч, подтянули икарнси, и у вас в потоке стало ориентировочно 22 тысячи, то есть где-то 20 тысяч даст чуть больше 10 процентов за месяц. И вы начисляете по 2200 каждый день, снимая и 2000, и таким образом чуть поменьше там будет, снимая и тело вклада, и проценты. Быстрый поток – это линейные инвестиции, это линейные инвестиции. Есть табличка во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять», там можете посмотреть полностью, сколько начисления в день, какой процент прибыли, там и так далее. Конечно же, быстрый поток также получаем прибыли за счет подтяжки нашей криптовалюты икарнси. В супербыстром потоке работает чуть по-другому. Это двухнедельный поток, но он работает с заморозкой средств. Мы сначала начисляем на 15 нажатие кнопочки, начислить награду, да, то есть 15 дней мы начисляем, на 15 нажатие кнопочки у нас происходит процесс начисления и выплаты сразу дохода. То есть сразу же выплата с доходом происходит на 15 нажатие кнопки, да, это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег, дорогие друзья, то есть 2-2 недели и получить от 5 до 10 процентов, ну это просто вообще, это просто сказка. Многие бизнесмены за эту доходность работают несколько месяцев, вот, в зависимости от продукта, который они продают. Поэтому супербыстрый поток – это шикарный поток для того, чтобы вы могли его тоже запускать. Иногда его полезно чередовать с обычным быстрым потоком, чтобы деньги не простаивали. И все, кто уже давно в сообществе, понимают, что время дороже денег, и поэтому стараются на свободные деньги лучше запустить поток, чем они просто будут лежать, потому что деньги тогда приносят еще большие деньги. И когда ты начинаешь управлять вот этим сложным процентом, тогда получается очень даже хорошая картина по итогу. Идем дальше. Следующий поток, который вы увидите в своем кабинете, называется растущий поток, либо зеленая вкладочка в вашем кабинете, РП называется, да. Очень интересный поток. Это поток, который растет со временем, дорогие друзья. И он работает в течение первых шести месяцев. По растущей идет у вас начисление от 0,3% от суммы в потоке. Допустим, вы, вот сегодня я постараюсь сделать пополнение, еще точно не знаю, но точно больше 100 тысяч в растущий поток, либо завтра, подумаю, еще побольше подкопим. Так вот, допустим, 100 тысяч я реинвестирую, допустим, либо первый раз создаю поток в потоке после подтяжки currency у меня будет уже 250 тысяч. И каждый день я нажимаю кнопочку, и старт начисления идет от 0,3% от 250 тысяч от суммы в потоке. И это начисление растет. Следующий день 0,31%, следующий день 0,32%, следующий 0,33%. Это все написано у вас в кабинете, поэтому регистрируйтесь, разбирайтесь, читайте. Как важно разобраться, вот в нашем сообществе это ключевой момент. Те, которые участники прилетают сюда, где-то из других проектов, и пытаются здесь насколько что-то понять, это невозможно. Я до сих пор седьмой год здесь, я знаю все, но я до сих пор ловлю инсайты. Гениальность работы нашей системы – это что-то. Поэтому, дорогие друзья, насколько понять не получится, надо разобраться, надо сесть, зарегистрироваться, начать почитать кабинеты, пообщаться с наставником, выбрать себе наставника, пообщаться с пригласителем и начинать на практике, даже где-то на минималке, понимать, как работает поток, а потом уверенно идти к своим целям с помощью этого инструмента. Вот так это работает. Кто разобрался, у того все шоколадно, кто не разобрался, но тот до сих пор где-то бегает по интернету. Вот. Растущий поток, мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, с помощью которого наши участники очень многие покупают. С помощью него они могут аккумулировать большую сумму денег и покупают уже машины, квартиры, телефоны, не знаю, ноутбуки, оплачивать себе отпуска, либо еще что-то серьезное. Поэтому это очень хороший поток для того, чтобы вы могли что-то крупное даже сделать в своей жизни. Это тот поток, который может превратить вашу, ваш 10 тысяч, допустим, ваш первый вклад, да, в 20 тысяч после подтяжки и каренсии. Ваше 20 тысяч в 40 тысяч оно может превратить. Ваше 50 тысяч после подтяжки и каренсии превращается в 112 тысяч. Ваше 100 в 250, 500 в миллион 375, миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллиона, 5 в 15 и так далее. В калькуляторе можете поиграться сами. Поэтому рекомендую разобраться с растущим потоком, только о нем можно поговорить уже часами, скажу честно, да, чтобы его глубоко понять. Но нет ничего лучше, чем ваша личная практика и ваш личный опыт, который вы наработаете в своем кабинете. Нет ничего более ценного. Поэтому, дорогие друзья, обязательно нарабатывайте свой личный опыт. Растущий поток учит тремя вещам. Так же, как и многие другие потоки, но он в особенности учит тоже трем вещам. Все наши потоки образовательного плана, поэтому я и говорю, наше сообщество, оно носит прежде всего образование, дает бесплатное, причем, дорогие друзья, внимание, да, дает бесплатное образование. Многие инфобизнесмены за эту информацию миллионы забирают, мы даем это все бесплатно. Второе, он дает, второе, социальную поддержку, то есть плюс команда, вы познакомитесь с очень интересными людьми, едиными по духу, и третье, он дает финансы каждый день. Вот, поэтому все, кто поняли систему, поняли, как работает наша касса взаимопомощи, у тех нет проблем с деньгами, и они знают, где брать деньги. Трем вещам учит растущий поток. Терпению. Чем дольше вы взращиваете деньги в копилке, тем больше процент начислений, это очень выгодно, и учит терпению. Дальше прорабатывает жадность и страх потери. Да, вот человек, когда он с бедным мышлением, он очень боится потерять. Вот он прямо, он прямо, страх его окутывает, у него ножки трясутся, поджилки трясутся. Вот. Надо плавненько выходить с этого состояния. Если вы чувствуете, вот такие у вас эмоции идут, нужно взять сначала на минимуме поиграться и подумать, что вы играете. Это просто игра. Поигрались, получили результат, почувствовали этот результат, выявили, пошли своему мозгу, отвели его в кафе, налили чая, хорошую, дорогую десерт, еще там что-то, не знаю, в кино сводили. Потусовались целый день, где хотите, да? Потратили вот так двадцатку, тридцатку сразу, чтобы ваш мозг понимал, что работать, надо в обратку ему что-то дать, показать материальное такое, да? И тогда он начнет уже более спокойно к этому всему относиться. Это самое главное. Деньги не терпят суеты. Как только мандраж включается, это значит, что деньги убегают. Поэтому, дорогие друзья, спокойствие, уравновешенность, холодный ум и спокойно по алгоритму делаем правильные действия. Все, получается правильный результат, правильный результат приводит к правильным победам, достижению ваших целей. И это очень важный момент. Так вот, прорабатывать жадность и страх потери. И, конечно же, жадность, вот этот тот последний, можно сказать, такой монстр, который поджидает человека с бедным мышлением, это когда уже кабинет красивый, богатый, там крутятся миллионы, и человек просто сидит, и вот как заколдованный на это все смотрит, и хочет еще больше, еще больше, да. Это вот как в сказке, помните, вот наши славянские сказки, они очень мудрые, да. Кощеина в златом чахнет, да. Так вот этого, да. Не надо этим заниматься. Это приводит к жадности, приводит к бедности, запомните. Поэтому вся наша система учит избавляться от вот этих вот недугов, которые вынуждены, хотите вы или не хотите, в той, либо в иной мере есть, как вирус от этой системы, через которую мы все прошли, всадники, школы, там, университеты, это какие-то работы, карьера, еще там что-то, да. Так нас учат с детства, так без этого никак. Поэтому нужно избавляться от вот этих вот пороков. Отсутствие терпения, дальше страх потери и жадность, вот эти три вещи. Вот. Тогда деньги постепенно, планы начнут приходить в вашу жизнь, и все будет очень хорошо. Следующий поток, который вы увидите в вашем кабинете, это накопительный поток, либо сиреневая вкладочка в вашем кабинете. НП называется, накопительный поток. Если у вас еще нет кабинета, обязательно, конечно же, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но у вас будет информация для того, чтобы изучить все денежные потоки. Это первое. Второе, это если уже у вас нет пригласителей, можете написать мне в личное сообщение, возьму вас в свою команду и расскажу про все нюансы работы нашей системы. У нас очень мощный командный час с командным обучением для того, чтобы вы быстро врубились, что здесь происходит. И третье, конечно же, это можете выбрать себе любого лидера-консультанта, который есть в списке в ботах. Это рекомендуемые лидеры-консультанты, наставники, которые могут вас взять под свое крыло и быстро привести вас к своим целям. Поэтому выбирайте любой вариант, главное, чтобы вам было по душе. Дальше накопительный поток, друзья мои. Это очень интересный поток. Мы его называем деньги на будущее. Вот, аж на нос зачесался, вот, к деньгам сразу. Деньги на будущее, да. Стратегия в этом потоке от 3 до 25 лет, дорогие мои, он приучает мыслить стратегически, он приучает задумываться немножко и о будущем, планировать свое будущее. Оказывается, деньги в будущем тоже будут нужны, да. Вот я не вижу трендов, тенденций, чтобы этот мир как-то изменился к лучшему. Чтобы деньги отменили, чтобы, не знаю, людям все, всего хватало, да. Я не вижу. Пока еще этот мир идет по технократическому пути, по темной стороне капитализма. Деньги — это инструмент и кнута, и пряника, поэтому в данный момент я не вижу трендов, тенденций, чтобы мир вот так впал в благость и сказал, что это вчерашний день, пережиток прошлого, и мы переходим в новую эру. Плавно, может быть, в будущем те лет через 100, так и будет, но пока не сейчас. Поэтому в ближайшие там 3-25 лет вам пригодятся деньги, а об этом надо позадуматься именно сейчас. Накопительный поток как раз для этого. И стратегия от 3 до 25 лет, ваша тысяча может превратиться в 5 тысяч, ваши там 10 тысяч в 50 с копейками, и он так работает, что, допустим, вы выбрали 3 года, да, и у вас есть период накопления, а есть период выплат. В общем, 3 года вы накапливаете и 3 года вы получаете. 3 года вы накапливаете по 1 тысячи в месяц, допустим, плюс и каренси, и потом 3 года получаете по 5 тысяч, да. То есть так работает накопительный поток. Это очень выгодный, хороший инструмент, и чем раньше вы задумаете о своем будущем, тем лучше будет ваше будущее, да. Человек с бедным мышлением не думает о своем будущем, а люди, которые богатые, люди с богатым мышлением, они продумывают свое будущее на десятилетия вперед. Они уже, у них прописана практически вся их жизнь, они знают, что они будут делать. Поэтому, дорогие друзья, вот этот момент, он очень важный. Чем раньше вы начнете задумываться о своем будущем, тем больше ваше будущее будет для вас тем, которые вы хотите по-настоящему. Либо придется жить по сценариуму каких-то других людей, которые продумали по свое будущее. Выбор за вами. Следующий поток, который есть в кабинете, это наш, конечно же, лотерея, либо поток удачи. Беспробежная лотерея, это очень интересно, это симбиоз советской лотереи 5 из 36, она модернизирована по более упрощенной схеме. На двух площадках это 5 из 32, и на площадках 4, 5 из 25 даже, то есть джекпот даже еще проще можно выиграть. Правила лотереи читаем в кабинете, там нажимаете на черную кнопочку LT лотерея, проваливаетесь, и у вас большая красная кнопка правила лотереи. Нажимаете на нее и читаем. Там все написано, сколько джекпот, и давайте вкратце расскажу. Три вида лотереи. Первый, это классическая лотерея, стоимостью 100 рублей, допустим, если на рублевой площадке, джекпот 300 тысяч. Второе, это синяя лотерея, стоимостью 500 рублей, джекпот 500 тысяч. И третья золотая лотерея, стоимость, джекпот миллион, а стоимость 1000 рублей. Поэтому, дорогие друзья, играйте, выигрывайте. У нас лотерея реально крутейшая. Уже, наверное, с начала года, если не память не изменяет, там 25, может, даже больше было джекпотов. Я уже сбился со счета. Сначала я их как-то считал. Вот, а сейчас уже сбился со счета. И можете посмотреть по архиву, полазить. Ближайшие лотереи у нас выиграл на испанской площадке. Ближайший был джекпот. 3000 евро выиграл участник из параллельной структуры. Вот, поэтому поздравляю, кстати. Это круто. Дальше. То есть, что я вам сейчас рассказал? Давайте подытожим. Я вам рассказал про денежные потоки. Первое. Это стартовый поток, ускоренный стартовый поток, обычный быстрый поток, супербыстрый поток, растущий поток, накопительный поток и лотереи. Семь видов потоков. Лотерея вообще вас может сделать в один день миллионером. Поэтому все зависит от уровня вашей удачи. Семь видов потоков есть у вас в кабинете. Вот. Но это еще не все. Есть еще две прекрасные возможности, которые есть в нашем сообществе. И причем эти возможности есть в каждом кабинете. А у нас шесть кассы взаимопомощи в разных валютах. Сейчас попозже вам немножко об этом расскажу. Какие эти две возможности? Дело в том, что в нашем сообществе есть рекламный бюджет. И этот рекламный бюджет не отдается куда-то вне сообщества. Хотя могли бы отдавать в Google, не знаю, в Яндекс, еще там куда-то рекламируя наше сообщество, да, каким-то образом. Но маркетологам. Но они и так без нас хорошо живут. Поэтому принято было решение эти деньги оставить участникам сообщества, то есть накормить своих, да. Поэтому всем активным участникам и лидерам выплачиваются соответствующие реферальные бонусы. Хорошая реферальная программа. Реферальные. Первое – реферальные бонусы. Второе – лидерские бонусы. Первое – реферальные бонусы. Это от 2 до 10 процентов в зависимости от потока. Вы можете в кабинете прочитать. Называется вкладочка «Вознаграждение за развитие проекта». От 2 до 10 процентов в зависимости от потока открыто вашим приглашенным. Но опять-таки у нас нет обязательных приглашений. Попозже немножко об этом тоже расскажу. И лидерский – это командный бонус, когда уже участник пригласил, создал команду в 10 человек своей первой линии и разобрался со всеми нюансами работы потоков. У него открыты все потоки. Этот участник подает заявку на лидерство. И таким образом проходит соответствующее лидерское обучение, сдает лидерский экзамен. И на совете лидеров топ-лидер принимает решение о присвоении данному лидеру квалификации или лидер должности, можно сказать. И он отделяется своей ячейкой от вышестоящего лидера и сам становится лидером-консультантом. И теперь в обязанности становится консультировать своих участников в своей ячейке. Помогать им и технически, и математически, и по любым вопросам давать им инструкции и таким вот образом поддерживать их. Таким образом каждый становится, каждый участник имеет возможность стать лидером-консультантом. Кто-то берет это, кому-то это не надо. У меня есть и те участники, и другие. У меня есть участник, который ни одного человека не пригласил и крутит своими миллионными кабинетами и очень хорошо себя чувствует. А есть наоборот. Есть, кстати, третья категория участников. Первый – никто вообще никого не пригласил, своими деньгами очень хорошо крутит, вот так вот живет. Вторая категория участников – это участники, которые приглашают, когда придется. Ну вот так вот. По чуть-чуть рассказал знакомым, друзьям, еще там что-то. По чуть-чуть, когда есть настроение. У этих участников, у многих уже по 20 человек в первой линии и так далее. Он говорит, мне рефералка идет, а вот возиться с ними я не хочу, поэтому ты вот лидер-консультант, ты вот и обучай их. А вот я вот чисто пригласил, немножко там на начальном этапе помог, а дальше, говорит, вот есть ты, есть командное обучение, пожалуйста, пускай обучается. Вот. И, говорит, мне не надо там никакие ни лидерства, ничего, мне не надо, я живу свою жизнь, мне это все устраивает. Окей. Этого есть вторая категория участников. И третья категория, которая говорит, да, мне лидерство интересно, мне интересно строить команду, мне интересно ее развивать, я хочу взять эти возможности. И тем более, что у меня нехватка своих где-то средств, я бы готов брать эти возможности из рекламного бюджета и увеличивать свои потоки, да, чтобы выходить уже на новый уровень качества жизни. Поэтому есть и такие, у которых прекрасно получается и строить команды, и, соответственно, развиваться. И лидерский бонус, конечно, дает хороший к этому толчок. Лидерство дает возможность по лидерским ячейкам получать от глубины до седьмого уровня, а по своей ячейке лидерок, консультант, по своей консультационной ячейке участников до бесконечности. Поэтому вперед, как говорится, это есть возможность. Хотите берите, хотите нет, но возможность такая есть. Вот. Дальше. Теперь я вам расскажу следующие вещи, давайте. Про нашу финансовую инфраструктуру расскажу. И второе сейчас отвечу на часто задаваемые вопросы. И третье. Я потом включу микрофоны, и кто захочет, можете задать тоже какие-то вопросы, и 5-10 минут я на них поотвечаю. Поэтому будьте готовы, можете записать какие-то вопросы, которые вы хотите задать. Наша финансовая инфраструктура. Что получилось сообществу за 12 лет своего развития создать? Поехали. Это 6 касс взаимопомощи в разных валютах. Рублевая в рублях, общеевропейская в евро, испанская европольская в злотых, киргизская в сомах и Great Britain, да? Великобритания у нас в фунтах-стерлингах. То есть 6 касс взаимопомощи. Участие в них дает возможность диверсификации валютных рисков. Поэтому я участвую во всех площадках, я лидер на всех площадках. Вот. Поэтому можно развиваться на какой-то одной сначала, потом на всех. Можно сразу на всех развиваться. Тут уже сами принимаете решения. На каждой площадке своя реферальная программа. И у вас будет 6 реферальных ссылок, если вы захотите участвовать в каждой площадке. Ну то есть у меня сейчас 6 реферальных ссылок на каждую площадку. На площадку. Каждая своя. Идем дальше. У нас 2 криптовалютно-платежных сервиса по мощности не хуже кошельков Payr, а то даже по надежности и лучше. Это сберкасса и мани-стораж. Сберкасса заточена для постсоветского пространства, мани-стораж для работы с западной финансовой системой. Идем дальше. У нас своя криптовалюта. И не одна, но пока в работе находится в потоках непосредственно и каренси. Вот. И причем это не просто какой-то там токен, либо коин. Это каренси. Каренси – это универсальное платежное средство. Поэтому оно придумано и заточено таким образом, что им легко будет и в будущем, в том числе, расплачиваться за какие-то товары, услуги. И к этому сообщество идет. Я жду, прям не дождусь этого дня, когда сообщество достигнет миллиона двух и откроется возможность товарно-денежного обмена. Это следующий этап крутейшего нашего развития. И к этому плавно сообщество идет. В нужное время у нас появятся еще огромные просто возможности. Их и так хватает. Их и так уже многим там шоколадно очень. Но еще появятся крутейшие возможности, которые дадут каждому участнику ну просто плацдарм для действий. Идем дальше. У нас есть облачный майнер, с помощью которого мы майним и каренси. И на этом тоже можно хорошо зарабатывать. Мои первые майнеры были куплены еще в далеком восемнадцатом году. Когда только майнер стартовал, я с этим пытался разбираться. И они благополучно уже давным-давно отбились и продолжают приносить прибыль. И потом каждый год я докупаю, докупаю, докупаю майнеры. И что и вам рекомендую? Не просто покупать и каренси, но и прикупить хотя бы даже самый маленький майнер для того, чтобы разобраться с этим делом. Это тоже довольно интересно. В сообществе есть блокчейн. А это вообще очень дорогая штука и которая делается очень долго. Блокчейн это система учета данных. То есть все данные учтены. Это большая надежность и все учтено. Все ваши пополнения, снятия, все это есть в блокчейне. Идем дальше. Третье. Вот блокчейн. А вот это у нас нейросеть. Нейросеть сейчас уже больше двух лет работает и полностью человеческий фактор убрали. И нейросеть участвует в распределении денежных средств внутри нашего сообщества. Таким образом создалась очень мощная, надежная система по безопасному функционированию наших денежных потоков. И это просто вообще круто. Поэтому нейросеть отвечает за безопасность и долговечность работы нашей системы. Поэтому что она и делает. Ее это самые главные и основные задачи. У нас кроме еще этого есть биржа, называется Blackbit, на которой можно купить разные криптовалюты, в том числе e-currency. E-currency можно приобрести на сберкассе на внутренней бирже, в Money Storage, на внутренней бирже, либо на бирже Blackbit. Поэтому пользуйтесь обязательно этой биржей. Часто бывает там e-currency подешевле. Поэтому рекомендую разобраться. И это далеко не все. Я только еще знаю проектов пять, которые могут в любой момент запуститься. И на данный момент они находятся на стадии запуска либо разработки. Но как только вы будете готовы, они выйдут в свет и вы можете в них тоже в будущем участвовать. Но даже уже этого хватает для того, чтобы вы смогли вывести свою жизнь на кардинально другой уровень. Даже этого хватает. Вы хотя бы это все осильте, что я перечислил. То есть я сейчас управляю одновременно десятью сайтами. Сразу же десятью сайтами одновременно. Я открываю браузер, у меня там десять сайтов настроено. И я начинаю поочередно ими управлять. Что и вам, кажется, рекомендую сделать. Идем дальше. Теперь часто задаваемые вопросы, дорогие друзья. Давайте. Откуда деньги? Пирамида не пирамида? Лохотрон не лохотрон? Приглашать не приглашать? Вот четыре часто задаваемые вопросы. Просто мне реально уже за долгие годы надоело уже отвечать на эти вопросы. Я их уже ответы вставил в свою презентацию. Вот. И на них, кажется, отвечу. Первое. Откуда деньги? Сейчас я вам расскажу про пять источников денег. Вот. Дальше я еще знаю несколько, но об этом я уже рассказываю на командном обучении. Вам тоже лишняя, как говорится, информация. Вы хоть бы это переварили, говорится, и воспользовались этой информацией, и то было бы уже очень хорошо. Так вот. Те, кто не знает, возьмите ручку, карандаш и запишите, откуда деньги. Первое. От прогнозируемого роста курса нашей криптовалюты и каренсии. Первое. Жирная статья дохода. Я думаю, вы заметили, что за последние два года наша и каренсия подорожала больше, чем в 100 раз. Понимаете? То есть год назад я говорил в 30 раз, в 20 раз, но сейчас уже в 100 раз. Понимаете? И это настолько круто. Это просто такой виток развития сообщества, что это просто, кто бы мог знать, да? Что это так очень круто пойдет. Вот. Конечно же, бы все затарились и каренсии, и по запазуху побольше бы еще набрали, да? Но как важно быть в нужное время, в нужном месте, дорогие друзья. Так вот, это хорошая статья дохода для сообщества. Второе. От справедливого перераспределения. А это очень важная вещь. Если вы еще не знаете, что такое перераспределение, вам с этим надо разобраться. Распределение не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. И об этом впервые, как гласят исторические легенды, заговорил король Артур, да? Это круглый стол, когда рыцари собирались. Это король среди королей, равный среди равных, первый среди первых. То есть вот это вот равенство. Он стал как бы пиарить равенство и братство, да? И по этому принципу и есть выстроена у нас одноранговая сеть. Грубо говоря, это наш маркетинг, да? У нас одноранговая сеть. Что такое? Все равны. В одноранговой сети все равны. То есть новичок, который сегодня зарегистрируется, он равен мне. Я просто участник, который зарегистрировался 7 лет назад. Так. Либо участник, который, либо даже топ-лидер, который там 10 лет назад. Мы все равны. Мы прежде всего участники. У всех одинаковые кабинеты. У всех одинаковые алгоритмы, проценты. Все одинаково. Вообще все одинаково. А вот как вы ими управляете, что вы в них делаете, вот в этом большая разница. Поэтому у нас проходят и командные обучения, и стратегические обучения, которым учат, как правильно управлять своими кабинетами. Поэтому от справедливого перераспределения денежных сетей, денежных средств, которыми управляет наша нейросеть, очень много зависит и хорошая статья от дохода. Так, чтобы у каждого человека деньги были каждый день. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, что такое принцип пирамидальной системы. Вот как раз третья статья дохода и гласитель об этом. Третий доход от того, что в нашей системе нет хозяина. Весь доход остается в сообществе. Это не коммерческий проект, дорогие друзья. Как создаются коммерческие хайпы проекта? Это очень просто. Не надо никакой инфраструктуры. Инфраструктура всегда стоит очень дорого и делается очень долго. Нет смысла ее создавать, потому что она не отобьется. Как делаются коммерческие проекты? Это очень просто. Это обычный сайтик. Вот, кстати, внутряночка. Это ни о чем типа валюты. И все, маркетинг. Больше ничего ей не надо. Красивый маркетинг, легенда. Вот эти коммерческие проекты. Кто делает коммерческие проекты? Внимание, голодный человек, но умный, который по пирамидальной системе собрал других голодных с целью заработать денег, чтобы они его накормили. Это пирамидальная система. Низы кормят верхи. Одноранговая сеть совершенно по-другому работает. Касса взаимопомощи либо одноранговая сеть работает совершенно по-другому. Здесь совершенно тема другая. У нас нет хозяина, у нас не коммерческий проект, у нас социально-образовательно-финансовый проект, сообщество, поэтому мы не говорим, мы не компания, мы там где-то. Сообщество, объединение свободных людей, которые объединили свои усилия и активы для того, чтобы помочь друг другу. Так вот, один сытый человек, это наш идейный вдохновитель, единомышленник Дмитрий Васадин, сытый человек, он уже стал сытым еще за 7 лет до старта сообщества. За 7 лет. Дорогие друзья. До старта он уже был сытым. Один сытый создал систему для других голодных, чтобы они смогли объединиться и помочь друг другу, накормить друг друга. Поэтому кардинально разные. Никакая прибыль, мы не кормим никакого хозяина. Деньги все остаются в системе и перераспределяются в кабинеты всех участников в соответствии с запущенными алгоритмами самого участника. Вот то, что вы сделаете в кабинете, то оно и будет. И благодаря тому, что у нас не коммерческий проект, у нас нет хозяина, вся прибыль, а это, поверьте мне, 30-40, иногда 100%, она остается в системе. Это очень жирная статья дохода. Очень жирная. И четвертое, что немаловажно, деньги от постоянного пополнения потоков. Наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять. Я постоянно пополняю свои потоки и получаю все больше и больше и больше. И опять пополняю, и опять получаю. И так каждый наш участник. Мы постоянно пополняем этот бассейн, и постоянно пьем из него, бьем, берем чистую воду. Понимаете? И опять пополняем, и опять берем. И опять пополняем, и опять бьем, берем. Но только каждый человек в разное время, в разном количестве. И поэтому всех, всем хватает, потому что идет вот такое разновременное управление денежными потоками. С помощью нейросети она нам это все помогает делать и с помощью наших уникальных алгоритмов. Поэтому, да, это дополнительный, тоже очень хороший денег поступления в систему. От того, что мы постоянно пополняем это круто, от этого система дает еще больше денег, и это круто. И пятая, источник дохода, я его сформировал не сразу, это уже после 7 лет, можно сказать, моего существования в сообществе, я проанализировал свою многотысячную команду, и что я увидел? Я увидел, что какой-то процент, слава богу, что в моей команде это небольшой процент, поначалу это процентов 15, потом это уменьшается, процент до 5, процент участников не хотят учиться. Вот, несмотря, и как бы я не давал качественное обучение, вот определенный маленький процент начинает от 15, потом уменьшается, и все равно они начинают учиться. Вот, и они делают неправильные действия в своем кабинете, да, на шару, как говорится, да, а вось я разберусь, там, еще, наверное, как-то, я не знаю, чем люди, как бы, руководствуются, оправдывая свое нежелание учиться, да. То есть есть специальный алгоритм, правильные действия, делай, получай результат. Будешь делать по-другому, результат будет другой. Как правило, тот результат другой, ниже, чем рекомендованный. Поэтому, если человек говорит, я все понял, у меня своя стратегия, отстаньте от меня. Ну, значит, человек будет экономить деньги системы, представляете, да? То есть система бы и рада бы дать, но они берут же, потому что делают неправильные действия. Поэтому эта статья очень хорошая, кстати, если на большой массе посмотреть, это очень хорошая статья дохода для сообщества. Не берут, но, значит, деньги остаются в системе для более умных участников, которые учатся, которые делают правильные действия, и все у них получается хорошо. Они с помощью этой системы приходят. Ну, слава богу, что эти участники потом слышат, и на своем опыте они понимают, что все-таки надо учиться, идут командные обучения, учатся, и, конечно же, начинают делать правильные действия и достигать своих правильных результатов. Слава богу, что они на каком-то этапе все равно приходят к тому, что надо учиться, и это очень радует. Вот. К сожалению, они не с первого дня это понимают, а только с определенного дня понимают, что другие участники достигают быстрее результатов финансовых, а они вот как-то помедленнее. Значит, наверное, что-то, говорит, я делаю не так. Через полгода задают такой вопрос, да? Ну, наверное, что-то ты делаешь не так. Вот. Поэтому нюансы такие есть. Это тоже хорошая и интересная статья экономии для всего сообщества. И так далее. Есть еще несколько хороших, еще жирных статей дохода для сообщества, но об этом, как говорится, позже, как говорится. Дальше. Следующий вопрос – это пирамида, не пирамида. Еще раз повторю. Пирамидальная система устроена таким образом, что низы кормят верхи. В нашем сообществе нет ни верхних, ни нижних, ни правых, ни левых, ни задних, ни передних, никаких. У нас все равны. Кабинеты у всех равны. А алгоритмы у всех равны. Как ими пользуетесь, вот в этом большая разница. Поэтому у нас касса взаимопомощи. Это вот как возле костра все собрались и из большого чана кушают суп. Вот у нас вот так вот. Мы так вот сели вокруг костра под названием «Наши потоки». И вот мы сообществом вот так вот вокруг костра сидим и кушаем уху, которую сварили. И всем хватает ухи, как правило, еще и остается. И никто уже не хочет. Потому что все в спокойном режиме кушают только сколько они хотят. Вот так вот это устроено. Что такое касса взаимопомощи? Как сказал Махатмаганди, природа в состоянии обеспечить потребности каждого человека. Но природа не в состоянии обеспечить их жадность. Вот этот момент, он очень важный. То есть в природе все есть. Чтобы все жили сытой, спокойной, достаточной как бы жизнью, в достатке счастья и изобилии. Всем всего хватает. Но жадность обеспечить природа уже не сможет. Так, с пирамидой разобрались. Также посмотрите еще раз, кто здесь присутствовал не с самого начала, когда я рекомендовал соответствующие фильмы. Еще раз повторю, первый фильм «Запишите. Деньги. Пирамиды. Долгов». Второй фильм «Дух времени. Первая, вторая, третья, четвертая часть». И мультфильм для взрослых. Называется «Хочу весь мир плюс 5%» либо «История Фабиана». Это когда Том как ювелир подмял под себя весь мир, создав деньги. Поэтому, дорогие друзья, изучите этот момент и начните разбираться, как это работает. Тогда вы поймете, что такое пирамидальная система. А еще рекомендую, пока доллары есть у нас в обменниках, идем и покупаем 1 доллар, 1 доллар, его переворачиваем и смотрим внимательно, что там нарисовано. Там нарисована пирамида, дорогие друзья. Никто ничего не прячет. А знаете почему? Потому что это создали умнейшие люди, которые понимают, что если хочешь что-то сделать и хочешь это спрятать, засунь под нос обывателю, и он ничего не поймет. Потому что никто не поверит в очень крупную разводку. Все поверят в том, что там кто-то своровал мешок картошки, но никто не поверит, что кто-то смог обмануть весь этот мир. Слишком глобально не влазит в их маленький мозг. Поэтому эти люди сразу уже нарисовали пирамиду сразу на 1 долларе, чтобы всем это показать. Вот такие вот дела. И никто до сих пор не понимает, что живет в большой финансовой пирамиде. Вот, поэтому идем дальше. Теперь лохотрон, не лохотрон. Ой, вот это вообще. На этот вопрос мне вообще надоело уже отвечать. Что такое, когда человек начинает такими афоризмами оценивать что-то вокруг его? Это говорит о том, что у него в голове какая-то теория, и он не имеет своего личного опыта, чтобы реально свое какое-то видение дать. Это называется экспертную оценку, чтобы дать свою экспертную оценку. И он начинает мыслить, как часто эти люди очень маленький жизненный опыт имеют, и мыслят мнениями других людей. Они их восприняли на веру и живут мнениями других людей. То есть мыслят ярлыками. Это называется ярлыковое мышление. Лохотрон, секта, пирамида, там какие-то психи, там разводняк, там бам-бам-бам-бам. Он вот так вот живет во всем. Мужики-козлы, женщины все дуры. Там вот так вот он вообще себя облепил вот этими ярлыками. Вот в этом всем мирке живет. Как будто в комнату заходите, и вот так вот там вот листочки такие наклеены по всему кругу вместо обоев красивых. Там листочки вот такие наклеены, и везде написаны вот такие установки, да? И он в этом во всем живет, вот в этой серой комнате без окон, без дверей. Вот такой мирок, это называю людей, которые еще имеют маленький жизненный опыт. Им надо наращивать обороты, им надо выходить из этой комнатки и начинать нарабатывать свой жизненный опыт. Ведь по-настоящему мы же родились в этой жизни только для одной цели. Взрастить свою душу. А как ее взрастить? Только через свой личный опыт, проживая эту жизнь, проживая все какие-то и радости, и невзгоды, понимая, что все в жизни к лучшему, понимая, что все хорошо. Нарабатывать свой опыт во всем, в отношениях, в семье, в финансовой свободе, везде, в здоровье нарабатывать свой опыт. Как ухаживать за своим телом, как его правильно питать. Питая его дерьмом, дерьмом становишься. Питая качественную пищу, жизнь дающую, становишься энергией больше и так далее. То есть вот весь этот опыт надо каждому человеку наработать. У кого не хватает, он начинает пользоваться вот таким вот телевизором. Он много смотрит, и надо вообще прекращать смотреть телевизор и начинать своими ножками нарабатывать какой-то свой жизненный опыт. Так, надеюсь, с лохотроном вы поняли, да? Что нельзя говорить о чем-то вот так вот, пока у тебя нет своего опыта. Зайди, зарегистрируйся, создай поток на 3000, понажимай месяц, выведи, а потом посиди, подумай, лохотрон или нет. Если для тебя это до сих пор лохотрон, и ты получил прибыль, но у тебя до сих пор лохотрон, иди ты работай, тебе не сюда, тебе надо еще поработать, еще спина еще, может, ровная, не согнулась она вот так вот, да? Ну, пройдет 10-20 лет, она согнется вот от работы вот так вот, и все нормально будет. Потом придешь через 20 лет, как наработаешься. Вот, поэтому у меня большой жизненный опыт. Я еще даже до сообщества объехал 15 стран мира. СНГ много везде проехал, да? Я много что попробовал в своей жизни. Вот, 10 лет бизнеса разный, в разных городах делал под разные ниши, да? 7-8 лет работал на топовых должностях в бизнесе, достигая максимальных карьерного роста. И так далее. То есть у меня большой жизненный опыт. И рекомендую каждому иметь его, а для этого только своими ножками вы протопаете эту жизнь. По-другому никак. Не на работу будете ходить, а жизнь свою будете топать. Это вещи разные. Не на хомяка нажимать, а жизнь топать. Вот эти, идя к своей цели, да? Своими головой решая какие-то задачки. Следующий, последний, часто задаваемый вопрос – это приглашать, не приглашать. И мнение бытует такое, что типа новички кормят старичков. То есть люди путают пирамидальную систему, где низы кормят верхи, а еще кормят, что новички кормят старичков. Вот смотрите. Вот сегодня, вот там вверху в чате, поздравляю, кстати, Роман. Роман, я тебя поздравляю. Ты крутейший будущий лидер. Роман, кстати, скоро станет лидером. Ему осталось совсем немножечко. Роман сегодня пополнил, пополнил, не создал, а пополнил свой растущий поток на 1,2 млн. То есть в растущем потоке у него плюсом только стало 3,6 млн. Плюсом только прибавилось к его потоку уже имеющемуся. И на данный момент, на данный момент, Роман разобрался своим личным опытом. Человек, то есть предпринимательство вышло, как и я. Человек берет, думает, делает, получает результат и понимает, надо ему это или не надо. Поэтому Роман молодец. Молодец, что учишься. Молодец, что разобрался. Поздравляю с этой прекрасной очередной небольшой победой. Небольшой, потому что у тебя большой потенциал. Это небольшая победа, но очередная крупная хорошая победа. Вот. Поэтому, скажу честно, вот так вот старички работают. Старички пополняют на 100, 200, 500, полмиллиона, миллион. Понимаете? А новые участники заходят на 3 тысячи. Они боятся. Пирамида. Разводняк. Лохотрон. Ой, я еще это не знаю, то не знаю. Мы своими деньгами взращиваем новичком. Пока их накормишь, напоешь, пока знания им дашь. Пока пару раз горло сорвешь на командных обучениях, пока научишь их, бесплатно причем. Да? И только потом, через 3, через 6 месяцев, этот человек что-то начинает понимать. Что-то где-то начинает проклевываться. Потоки первые что-то начинают приносить, что-то поинтересное. Человек может побольше, там уже не 3 тысячи, а уже 10 там что-то, уже потом 20. Потом уже, о, у него что-то там пошло, потихонечку пошло. Только разобрался со всеми этими. Вот все это время старые участники своими крутыми пополнениями кормят вот эту, новых участников, которых от общего массы 5-10% всегда. Потому что у нас в сообществе высокая вибрация. Не все эту вибрацию могут понять сразу сходу. И не все эту вибрацию осиливают сразу. В меру своей занятости, в меру своей какой-то где-то что-то не понимает, где-то не хочет разобраться, где-то нету сил, здоровья разбираться, где-то еще что-то. Ну, шум много сейчас. Мы живем в информационном веке, где идет шум. Постоянно что-то шумит, новости, что-то там взорвали, подорвали, там что-то нажаловались. И постоянно шум в башку идет. И поэтому человеку трудно сориентироваться, убрать этот шум, понять, что этот шум никак не изменит его жизнь. Не надо взять себя в руки, почистить свое сознание, поставить свою цель, замечтать и идти к ней через какие-то инструменты, которые дает эта жизнь. Но до этого надо еще додуматься, дойти. Иначе жить вот в этом шуме, это просто прозябание времени. А время тик-тик-тик-тик-тик-тик уходит. Время уходит, его не вернуть. Время ценнее денег. Любой инвестор знает, что время ценнее денег. Деньги можно потерять, заработать вновь. Время не вернуть никогда. Ушедшее время не вернуть. Поэтому, дорогие друзья, как хорошо, что я не ступил 7 лет назад. Как хорошо, что я использовал все свои наработки и быстро врубился, что это. И быстро разобрался, кто такой Дмитрий Васадин, и что реально за ним стоит идти, и у него стоит учиться. Поэтому так же вы сможете сделать каждый из вас. Так вот, приглашать не обязательно. Хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. Наша система так устроена для того, чтобы накормить, напоить, баню и стопить. Что такое баню и стопить? Это значит почистить мозг ваш. А это часто приходится делать. Это каких-то страхов, неправильных мыслей, неправильных действий. И потом накорми, напои, баню и стопи. А потом и люби, как говорят в наших славянских сказках. А потом и любовь. Вот только на вот этом уровне можно сделать что-то великое. Так вот, наша система, она вот плавно к человеку подводит к этому. Когда вы будете получать 100, 150, 200 тысяч на полном пассиве, у вас только-только начинается жизнь. Только-только все начинается. Вообще. И только в этом моменте вы вообще понимаете, что вы начали жить. А до этого, я не знаю, что-то было, кабала какая-то, рабство было, беготня за деньгами, кредитами, вот в этой вечной суете какой-то между начальством и зарплатой. И вы просто делали, жили не свою жизнь. А вот когда у вас придет 150, 200 тысяч, хотя бы, хотя бы такие небольшие деньги, к вам придут первый доход, вы начнете задумываться, а кто я? А куда я иду? А какая моя цель жизни? А для чего я родился? В теле мужчины? В теле женщины? Какое мое предназначение? Зачем я вообще сюда пришел, на эту планету Земля? Какая моя миссия? Вот только тогда вы начнете задавать себе правильные вопросы, которые нам с детства должны были уже задать. И мы должны были уже осознанно жить. Но это не делается, потому что невыгодна ваша самоидентификация. Человек, который себя самоидентифицировал, им очень сложно управлять, потому что он не управляется извне, он управляется изнутри, он идет к своей цели или проживает свою жизнь, а не чью-то где-то там. Поэтому Дмитрий Васадин с помощью этой системы выращивает себе окружение, которое способно жить в свободной жизни. И вы можете спокойненько познакомиться, так же, как я когда-то замечтал, поставил цели и познакомился с Дмитрием Васадином. Очень интересный, простой, душевный человек. Я вам каждому рекомендую это сделать, замечтать, познакомиться с ним. И несколько раз в году производятся встречи в разных уголках мира, поэтому хотите, можете это тоже замечтать и осуществить. Так, надеюсь, я на последний вопрос ответил. Хотите, приглашайте, хотите, нет. Хотите, берите деньги с рекламного бюджета, хотите, нет. От этого математика денежных начислений у вас в кабинете не меняется, она стабильна. Она зависит от ваших действий и алгоритмов того потока, который вы выбрали. Все, больше ни от чего она не зависит. Хотите дополнительных действий, пожалуйста, делайте дополнительные действия и получайте дополнительные бонусы. Не хотите дополнительных бонусов, не делайте дополнительные какие-то действия. Вот и все. Все очень просто. Поэтому мы говорим, у нас сообщество свободных людей, поэтому мне это тоже привлекло, кстати. Я с давнего времени, я такой свободолюбивый тоже человек, и мне эта очень идея привлекла. То есть один свободолюбивый, сытый человек создал сообщество для таких же свободолюбивых и в будущем сытых людей. У нас уже многие очень люди, тысячи людей пришли уже к этому ощущению сытости. Вот. И я рекомендую настоятельно вам с помощью этого инструмента тоже прийти. Именно поэтому уже много лет, и это несколько сотен тысяч участников в нашем сообществе управляют своими денежными потоками. И как хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще, легче и веселее. И когда вы разберетесь, вы поймете, что денежные потоки — это не какой-то проект в интернете, это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. Это мечта Дмитрия Васадина — создать себе такое окружение, где у людей все хорошо. И с ними можно сделать что-то более интересное, чем просто тупо накормить друг друга. Что и делает — выполняет наш касса взаимопомощь. И когда вы точно разберетесь с денежными потоками, вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. У меня все. Сейчас я 5-10 минут готов ответить на ваши вопросы. Поднимайте руки и приступим, как говорится. У вас есть центральная кнопочка? Да. Да, Надежда, слушаю. Андрей, хочу тебя поблагодарить за эфир потрясающий. Ну и, конечно, хочу поблагодарить тебя за то, что ты стал моим наставником в мою новую жизнь. 15 августа прошлого года я услышала эту информацию и тогда услышала, что в день можно здесь зарабатывать 100 тысяч. А у меня была мечта 100 тысяч зарабатывать. Друзья, 15 августа будет ровно год, как я в нашем сообществе. Закрыла 5 кредитов и уже случилось у меня доход больше 100 тысяч в день. Благодарю тебя, Андрей, за то, что ты делишься своим опытом, обучаешь всю команду и, конечно, благодарю вот себя за то, что не прошла мимо возможностей. Жизнь поменялась. Вот теперь у меня вообще нету, даже вот не думаю, где взять деньги. Деньги я беру из наших потоков на всю, на все хотелки, которые я хочу. Поздравляю, Надежда, у тебя крутейший результат. Я очень тобой горжусь. Это настолько потрясающий человек, который несмотря ни на что, ни на какие-то там оправдалки и так далее, просто идет и делает. Вот почему Надежда имеет прекрасный результат? Она просто идет и делает. Идет, учится и делает, нарабатывает свой опыт. Были моменты, мы плакали неделями, это нормальные процессы, но зато потом выстрел, зато потом новый уровень финансовой свободы, немножко разобрались с техническими вопросами, зато потом новая жизнь. И это я горжусь, Надежда, я тобой реально горжусь, это просто круто. Каждый, если участник так бы учился и двигался вперед, как Надежда, мы бы уже мультимиллионерами были бы количество людей, наверное, было бы несколько десятков миллионов у нас в сообществе, поэтому берите примеры, это достойно для подражания, как из большого минуса прийти в жирный плюс. Еще даже года нет, вот 15 августа будет год, и я думаю, что к этому времени Надежда выйдет на стабильный доход сотку в день, стабильный доход, просто вообще незыбленный, вот, что и желаю. Так, Раиса поднимает руку, я готов ответить вопрос, слушаю. Кто хочет задать вопрос, тоже поднимайте руки. Я не поднимаю, то вы случайно, простите. Ну, хорошо, хорошо. Кто еще хочет задать вопрос, можете поднять руку, центральная кнопочка есть такая, поднять руку, вы на нее нажимаете, я вижу, включаем вам микрофон, либо вы что-то можете хотите рассказать. Так, первое, Инна, слушаю вас. Инна, прием. Да, 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 отлично, да, слушаю, приветствую. Андрей, я очень рада, что я в этом проекте, я недавно, вот, буквально, еще месяца нет, у меня пока что открыто, ну, три площадки. Вот, у меня такой вопрос, вот, допустим, скажите, вот на испанской площадке у меня открыты супербыстрые потоки, да, например, и на киргизской площадке. вот, я уже сегодня думала, ну, как бы, наверное, это же неправильно, да, когда вот деньги в копилочку, я же перезапускаю поток, вот, у меня прошло 15 дней, я же его перезапускаю, а вот эти, допустим, там, сколько-то это евро у меня остается в копилке, правильно? И их не всегда хватает на то, чтобы сразу же на эти деньги новый поток запустить. Вот у меня в чем вопрос. У меня, допустим, немножко есть в копилке на киргизской площадке и немножко на испанской, я к чему веду? Правильно ли мне будет, чтобы эти деньги не лежали на каждой площадке отдельно, не дожидаясь, когда, ну, именно на данной площадке накопятся деньги, чтобы открыть новый поток, верно ли я буду делать, если, допустим, я их с испанкой буду перекидывать, ну, с копилочки на киргизскую для открытия, допустим, другого потока. вот это мне очень интересно. Так и надо делать, Инна, у вас очень правильные мысли. Вы можете вывести все это на Мани Сторож, их объединить и открыть на любой из площадки какие-то новые потоки и все. Правильно? Спасибо большое. Спасибо. Обязательно. Зачем? Правильно вы все мыслите, очень грамотная женщина, все. Зачем деньги, чтобы лежали? Они должны работать. Либо человек работает, либо деньги, поэтому пускай они работают. Еще вопрос. Да, да, да. Коротко. Вот смотрите, у меня, я вот только сказала, повторюсь, я только начала, у меня на испанке три супербыстрых потока, ну, такие минимальные, которые идут там. Один на российской площадке, тоже там супербыстрый поток на 5 тысяч. И вот на киргизский, я вот, допустим, слышала, что там выгоднее открывать растущий поток. Не знаю, насколько это правда, но слышала несколько раз. И сегодня открыла там растущий поток, не стала ждать там, какая сумма была, я открыла. И вот я хотела спросить, а может быть, я неправильно делаю, что я распаляюсь сразу на несколько площадок? Вот совет ваш нужен. Ну, во-первых, у вас должен быть ваш финансовый план. Микрофончик, Инна, выключить, чтобы не поняла. Вот, отлично, спасибо. У вас должен быть ваш финансовый план, то есть вы должны понимать, куда вы идете, да, то есть что вы хотите, это первое. Во-вторых, растущий поток надо взращивать, да, то есть выгодный, невыгодный, вы можете его посмотреть по процентам во вкладочке, как создать поток и эффективно им управлять. На киргизской площадке растущий поток идентичный с рублевой площадкой. Он такой же, один в один, по доходности и по всему. Вот, если сравнивать с российской площадкой, с рублевой. Поэтому, поэтому, как растущий поток взращивать на рублевой, так же на киргизской, это одинаково. Принимайте уже решение, да. Вот, все оставшиеся четвертые площадки там немножко по-другому. В связи с тем, что это европейские большеплощадки, европейцы, ну, просто не поймут таких процентов, они и так не понимают многие, да, вот этих всех вещей. Они приучены немножко к другим, как бы, определенным ценностям капитализма, да. Они очень слабо понимают, что такое взаимопомощь. Они знают, что такое благотворительный фонд, но они не понимают, что такое кассовая взаимопомощь. Потому что они очень давно ушли от общинного строя, и общность для них сейчас она уже чужда. Вот, именно поэтому им сложновато. Поэтому растущий поток там немножко поменьше, но европейские валюты, они как бы, типа, стабильней, что ли, да, то есть они более стабильные получаются. Я рекомендую вам развивать, если вы вопрос по растущему, развивать рублевую площадку для начала, привести в соответствие, а потом плавненько можете киргизскую тоже и сделать валютную диверсификацию. У меня растущий поток и запущенный на трех площадках, вот, которые я выбрал для себя, для валютной диверсификации растущего потока. Можете сделать таким вот образом. Поэтому в любом случае это хороший инструмент, надо им пользоваться, но в то же время он интересен, когда он уже, как бы, посмотрите, когда вы садите какое-то растение, когда оно вот такое маленькое в горшочке, оно просто вот детеныш, да, потом оно растет, 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 и каждое дерево или каждое растение дорастает до того момента, когда он уже начинает давать плоды. Такое, что просто берешь и все, не глядя, да, ты подходишь к яблоне, ты срываешь яблоки и тебе, ну, похрен, ты не считаешь, что я сорвал последнее или там, ты просто видишь, что оно все усыпано яблоками, ты просто берешь и ты сорвал 149-е яблоко и ты, ну, ну и ладно, и что, да. А когда оно маленькое такое и не дает плоды, вы немножко переживаете. Поэтому надо давать время взращивать вот это все, а для этого, конечно же, распыление, ну, не совсем обязательно. Вот выбрали себе две площадки, допустим, или одну, вот, сконцентрировались на ней и взрастили. Чувствуете, уже он большенький растущий поток, перешли на другую и тоже посадили дерево, начинаете взращивать. Надеюсь, ответил Инна на вопрос. Да, спасибо, Андрей. Просто по рекомендации моего пригласителя, она мне сказали, что если я буду приглашать людей, у меня должны быть открыты, как бы, ну, максимально быстрее деньги на всех площадках. Ну, на какой площадке вы будете становиться лидером, на той площадке у вас должно быть открыто все, да, конечно. Все, спасибо, благодарю, спасибо огромное. Пожалуйста. Так, Оску, Корук, хорошо, будем по очереди. Юрий Саченко, да, слушаю, Юрий. Добрый день, Андрей. Добрый, добрый. У нас здесь месяц, 20 дней, как говорится, поток, поток у меня открыто достаточно, я, правильно или неправильно, для себя решил, все поступления новых процентов я пускаю на покупку икарнси, чтобы они у меня были всегда в запасе, при неожиданном, например, появлении с другой корзины денег, я мог приобрести и другой поток открыть и уже не думать об икарнси, потому что они у меня в кабинете есть. Я даже своей команде рекомендую всегда покупать икарнси, чтобы при подтяжке они у нас всегда были. И вот именно вот этот вариант, пока я не выйду на прибыль, то есть пока мои взносы не будут уравняться в нулю, пока я не верну все эти там 3, там 20 тысяч, 10 тысяч, я пока могу покупать икарнси. Ну, есть такая возможность, например, с другого кошелька пополнять потоки. Правильно ли я это делаю, чтобы потом уже махануть по-серьезному, так махануть? Я сейчас на икарнси и свою команду тоже прошу, ребята, если есть денежки, немножко давайте скинемся по паре тысяч, и я вам куплю икарнси через биржу, чтобы у вас всегда были икарнси под руками. И вот у меня это руками. У меня сейчас начали открывать люди потоки, и у них уже икарнси нет, проблем с этим нет. В связи с тем, что икарнси постоянно растет, то выгоднее держать не в какой-то валюте, а в икарнси. Все верно, да? Все правильно. Поэтому вы делаете абсолютно... Плюс икарнси можно уже воспринимать как еще один поток, потому что икарнси растет. Это тоже вы открыли. Вы открыли поток в икарнси. То есть он... То есть иметь накопление в икарнси, это как открыть поток еще один. Он тоже дорожает, он растет тоже. Я думаю, что уже следующий четверг приду к вам на обучение. Хорошо, отлично. Ждем там. Все защиты поставил. Хорошо, отлично. Хорошо, Юрий, договорились. Спасибо. Так, спасибо. Так, идем дальше. Идем дальше. Виктор Шевченко. Слушаю. Виктор, нажмите на центральную кнопочку, микрофончик включится, и мы вас услышим. Добрый вечер всем. Добрый, добрый. У меня есть потенциальные партнеры, которые проживают, к примеру, в Германии, в Испании, но я не владею такими знаниями, не могу им подсказать, как завести средства, в Монистори, допустим. Вот. Вот эта информация меня сейчас интересует. Как это непосредственно пригласителя своего узнать? или как вы мне посоветите? Да, вы идете, сначала спрашиваете у пригласителя, а потом к лидеру. У вас есть в кабинете лидер-консультант. Это человек, который даст вам все инструкции и поможет с этим делом. Ну, лидер у меня Андрей Елисеев. Ну, если Андрей Елисеев, значит, надо посмотреть нашу переписку. Обращались ли вы ко мне с этим вопросом? Нет, я еще не обращался, просто сейчас у меня обращался. Пора обратиться и получите все инструкции. Пора обратиться. Отлично. Правильно, прекрасный вопрос. Напишите мне в личку, порешаем все. Все, спасибо большое. Хорошо, так, спасибо за вопрос. Еще вопрос, Михаил, слушаю. День добрый. Добрый день. Андрей, спасибо за эфир, в первую очередь, хочу сказать. Второе, я хотел обратиться к Инне, которая задавала вопрос, что она делает, когда у нее потоки, проценты от потоков, она складывает все эти деньги и еще потоки открывает. Я могу сказать, что, ну, я чуть подольше, и что я делаю? Я на эти все, скажем так, кэши, которые идут там 500-700 рублей и так далее, там полторы тысячи, я всегда покупаю икарнси. Вот, когда я только пришел, ну, это в феврале месяце, икарнси стоил 50 рублей. Сейчас икарнси стоит 274 рубля. Соответственно, можно тоже посчитать за несколько месяцев, как увеличились эти икарнси, соответственно, при подтяжке икарнси, когда я пришел там минимальном около двух икарнси, даже трех, по-моему, да, около трех икарнси на самом маленьком потоке, то сейчас это 0,1. Вот. Соответственно, можно это посчитать тоже. Ну, это кому как удобнее. Мне вот интереснее было так, и сейчас у меня икарнси достаточно много, и я сегодня даже сделал первый раз сам вывод из сберкассы. Икарнси сначала сберкасси поменял на рубли, то есть, понятно, да, потом поменял их на тезеры и вывел уже себе на карту Сбербанка. Отлично. Поздравляю, Михаил, с первым выводом, таким самостоятельным. Дальше надо другие обменники смотреть, другие биржи смотреть и нарабатывать свой личный опыт в этой теме. Где-то будет дешевле, где-то будет быстрее, соответственно. Ну, Андрей, спасибо тебе, конечно, за эту всю помощь. Ты мне мозги постоянно промываешь. Все, хорошо. Ну, все, спасибо, всего доброго. Все, жму руку. Благодарю за дополнение. Очень полезное. Да, очень хорошо. Действительно, деньги держать не в валюте какой-то, а в икарнси. Это выгоднее у нас. Потому что икарнси постоянно растет. Николай Луговой, да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вопрос задал моему приносителю и он не дал мне ответ. Вот задал элементарный вопрос. Где вы были, вот вы ответьте, пожалуйста, 12 лет. Потому что вот этому чату, куда вы меня добавили гостевой всего-навсего 7 месяцев чуть больше. Можете дать информацию? Ну, а кто вам говорит, что этот чат должен был 12 лет? Вы знаете, что это за чат? где вы были до этого чата? Вы знаете, что это за чат? Это чат одной из команды сообщества. Что, перед вами должны отчитываться, где там кто-то что-то был? Хорошо, скажите, где можно посмотреть, что вы были 12 лет на рынке? Причем тут отчитываться? Я задал моему пригласителю, он меня сюда добавил в чат. Он сказал 12 лет. Я не поверил. Пожалуйста, скажите, где вы были вот 12 лет? Николай, смотрите, вы не в той категории мыслите, да? Для того, чтобы вам, как человеку, который не верит никому и ничему, вам надо тогда начинать детективное расследование. Первое, начинать, наши, брать старые домены, проверять их, пробивать их, да? Вот. Допустим, брать домен EID, через который вы регистрировались. Пробейте домен, этому домену, там, восьмой, девятый год, допустим. Я имею в виду, смотрите, не было чутов, допустим, вот Телеграм, а Вайбера не было, там еще... Николай, Николай, Телеграм начал сейчас гудеть, года два назад хорошо. До этого все тусили в Ватсапе вообще. А до Ватсапа все тусили ВКонтакте. Вы понимаете, в каком мире мы с вами живем? Он постоянно меняется. Если сейчас появится какой-то мессенджер, лучше Телеграма, мы пойдем туда. И там будет новый чат, свежий. Вы туда придете, этому чату полгода, где же вы были 12 лет? Где вы были, допустим, до Телеграма, скажите, пожалуйста, 12 лет, были там, были там. Потому что, если 12 лет, я бы уже весь Китай был с вами, потому что у вас очень хорошие условия для того, чтобы каждого патера делать миллионерам. Для того, чтобы... Вы слишком мыслите вот так вот, когда посредственно. Здесь не система для того, чтобы срубить бабло, запомните это. Здесь система для того, чтобы каждый человек, кто захочет, имел пассивный доход. Это первым делом, да? Не каждый сюда придет. Даже вы сюда зашли уже в полные сомнения. Потому что я вкладываю свои деньги, и эти деньги мои. Я имею право задавать любые вопросы, которые меня интересуют. Я иду в банк, я вкладываю туда на депозит, я задаю любые вопросы. Это не коммерческий проект. Не надо сюда вам вкладывать деньги, боже упаси. Вам не надо с такой энергетикой сюда приходить. Вы не сюда пришли. Вам надо идти в коммерческий проект с хорошей легендой, с бумагами, с юридической регистрацией и благополучно там спустить свои деньги. Вот куда вам надо идти. Здесь сообщество. Что такое сообщество, знаете? Это когда один человек объединился с другим человеком и договорились. Ну-ка, тут у нас все в области блокчейна сделано. Понимаете? Вы заточены под инвестиции, под коммерческие проекты. Называется докажи, покажи, дай мне бумагу и так далее. Бумага стоит в Лондоне 2-3 тысячи фунтов стерлингов. Можно бумагу любую сделать. Вообще проблем нет. И так далее. У Финика было сколько бумаг? Все идеально было юридически. Ну где Финика? Нету Финика? И так далее. Куча других компаний. Причем то есть Финика это? Идите копайте интернет, смотрите видео 12-летней давности. Я сюда пришел. У меня есть мои видео, которые я проводил, презентации. У меня 7-летняя давность. Поэтому обращайтесь к вашему лидеру и просите материала 12-летней давности. Он не знает, он не знает, он меня добавил в этот час. Значит, значит, Николай, ваш лидер должен обратиться к своему вышестоящему лидеру и так до топ-лидера и просить эту информацию по своей лидерской веточке идите вверх до топ-лидера и просите эту информацию, если вам это надо. Но вы теряете время. Конечно, не надо, потому что я задал простейший вопрос. Андрей, я, Николай, добрый день. Этот человек, Николай Луговой, это пришел из компании не работа, он хороший предприниматель, хороший сетевик. У него своя команда была большая. Предприниматель, да, чувствую. И у него представление немножко вот об этом бизнесе, ну, немножко другое. Коммерческое, я чувствую, коммерческое. По строению партнерской сети, там люди постоянно вкладывают деньги, там люди постоянно приобретают каких-то, ну, клоуны, постоянно партнерские предприниматели. Какая разница, кто что приобретает, какая разница, где я, где вы. Я просто спросил свое предприниматель. Я тоже хочу вкладывать сюда деньги, я тоже вижу перспективу роста, я вижу, что здесь можно хорошо заработать. Я задал простейший вопрос. Я не задаю финансовый пирамид, я не задаю, что там это лопатрон. Смотрите. Смотрите. Андрей, пускай разберется хорошо. Николай умный человек. Я уверен, что у него все попрет при хорошем акционе. Да, давайте я сейчас вам постараюсь объяснить, да, Николай. У нас народный проект, народный проект. Когда Дмитрий Васадин дал эту идею, он сказал, ребята, все, что мы сделаем, мы сделаем вместе с вами. И собственно, с нуля. Все начали с нуля. Вот с самого начала я не был в 2013 году, но все начали с собственного нуля. Все скинулись и начали. Ничего еще вообще не было. Это не коммерческий проект, где есть уставной фонд, где начальный капитал есть и погнали рубить бабло. Здесь народный инструмент. И все единомышленники, которые были его ближайшим окружением, начали, скинулись деньгами и начали что-то делать. Сначала даже сайта не было. журналы вели, записи какие-то делали. По-деревенски, понимаете? Потом появился программист в этом окружении, сделали какой-то простенький сайт. Потом еще и еще. Вам надо изучить историю развития сообщества. Понимаете? История, она очень интересная. И я сейчас вам не буду на презентации рассказывать всю историю развития сообщества, где я рассказываю об этом целое командное обучение по два часа. Поэтому вам нужно углубиться в это, если вам это очень интересно. Это народный инструмент. Если вы, допустим, живете в деревне, у вас улица, вы с соседями объединились, и у вас с соседями своя касса взаимопомощи, и вы помогаете друг другу. И вы 10 лет помогаете друг другу. и пришел мужик с другой улицы, и вы ему говорите, вот мы 10 лет помогаем друг другу. Он говорит, докажи, что 10 лет. Докажи мне. Ты вот херню мне говоришь. Вот как мужик может доказать? Только они могут все вместе собраться и говорить, да, 10 лет. Понимаете? Это народный инструмент. Вот чем прикол. Я и говорю, берите EID.card Есть EID.card Берите старый наш домен или пробивайте. При чем тут я должен что-то искать? В WhatsApp мы были. И что вам это даст? Были в WhatsApp. Ну вот скажите, мы там что-то не Я же вам сказал, потом были ВКонтакте. Вот Потом ушли из ВКонтакте. В Телеграм пришли два года назад. Потому что тут круче. Тут я могу вот такой прекрасный эфир сделать для вас. Это же эволюция жизни идет. Вот поэтому я объясняю. Но вам никто ничего. У нас есть участники, которые 10 лет. Ну как он вам докажет, что он 10 лет? Ну а он действительно 10 лет. Николай, не те вопросы задаете. Андрей, я прям хочу Николаю сказать. Николай, я когда посмотрела первый раз эфир, услышала информацию и сразу после эфира сразу постучалась к Андрею, говорю, Андрей, скажите, пожалуйста, с чего мне надо начать? У меня 5 кредитов, денег не хватает, пенсии, чтобы их закрыть. С чего начать? Вот это правильный вопрос, когда мне Андрей сказал... Это 10 лет назад было или когда это было? год. А Николай, это был год назад. За год, за год, еще нету года, я закрыла здесь 5 кредитов. Я слышал ваши выступления, я внимательно все слышал, я задал простейший вопрос. Спасибо за информацию. Я надеюсь, что вы меня услышали. Все, благодарю за вопрос. Все, друзья, на сегодня хватит, час 40 мы с вами были в эфире, как важно задавать вопросы, которые изменят вашу жизнь здесь, сейчас, и нарабатывать свой личный опыт. Если не доверяете, проверьте, если вам это надо, а если совсем не доверяете, не идите сюда, идите куда-нибудь в другое место, друзья мои, я серьезно говорю, здесь другая энергия, здесь, знаете, какой был слоган у Дмитрия Васадина, когда они только начали, два слова, доверие и достаток, потому что они начинали с нуля, никого не было, ничего не было, доверие и достаток, через доверие друг к другу приходит достаток, доверия нет, иди куда-нибудь в другой проект, хомяка жмите, коммерческие проекты делайте, занимайтесь чем хотите, на работу ходите, еще что-нибудь делайте, чем угодно занимайтесь, но только не сюда, здесь про доверие, через доверие к достатку, доверие есть, заходите, пробуйте, тестируйте, нет доверия, занимайтесь каким-то другим делом, все, дорогие друзья, всех вас люблю, целую, обнимаю, и до новых встреч, не забывайте, что мы с вами творим историю сами нашей и до новых встреч, ты, Продолжение следует...